В праздники без преувеличения, можно сказать, участвовал весь город. Мероприятия проходили в библиотеках, школах, музейно-выставочном центре и на улице. У каждого своя программа. Посетить все праздничные площадки наш корреспондент Анна Чернова не смогла, поэтому расскажет нам об основных. Несмотря на то, что последние несколько дней шли непрекращающиеся дожди, сегодня погода нанимализовалась и праздник все-таки состоялся. По традиции на стадионе Старт проводят спортивные соревнования. Пойдемте и посмотрим, что новенького приготовили в этом году организаторы. Бразильский танец урожая – это лишь часть большого представления. Здание ФОКО сегодня для всех желающих провели мастер-класс по КПЭРе. Свои навыки в этом бразильском национальном боевом искусстве демонстрировали и новички, и профессионалы. Эта бразильская одиночка считается одним из самых зрелищных в мире, где спортсмены одновременно танцуют и наносят удары. Потрясающе красиво. Сами спортсмены говорят, что это не просто бесконтактная борьба, а целая философия. Однако познакомиться с ней пришло немного желающих. Жители Реутова привыкли отмечать день города по-другому. Основная часть зрителей была на главной площади. По улице Ленина сегодня только пешком. Здесь можно найти развлечение на любой вкус. Есть где отдохнуть и что съесть. Особенно интересно детям. Для них развлекательная программа, а еще аттракционы – батуты и надувные горки. А это экстремальный аттракцион для взрослых. В этом автомобиле установлена настолько мощная аудиосистема, что кажется, что можно обручить. Почувствовать мощь 30 сабвуферов мог практически каждый зритель. Импровизированная выставка с мощным звуком собрала настоящих ценителей громкой музыки. Сами специалисты в этой области говорят, что чем больше колонок в автомобиле, тем лучше. Просто автозвук – это такая вещь, когда невозможно остановиться. Это приводит к такому, когда убирается торпеда, в торпеду ставится 20, 15, 30 динамиков. Сегодня на праздновании Дня города было много интересного. Мастер-классы на свежем воздухе, цирковые представления, развлечения для детей и взрослых. Городские власти обещают, через два года праздновать будут еще масштабнее. Тогда Риотов отметит свой юбилей – 75-летие. Анна Чунова, Денис Ватаву, ЛЕР-ТВ.